И есть, значит, обозначено, с одной стороны мы говорили об основных принципах, что лежат и законы, которые существуют в той или иной стране, и общедоступные планетарные вселенские законы, мы их тоже учитываем, желаем мы того или соображаем это или нет, они независимо от нас существуют. И к этому очень важно то, что существует команда, ее она начинает осваивать, она начинает настраиваться, она начинает наращивать свои навыки. Понятно, да? Здесь я показываю навыки, команда, ориентируясь на то, что в фундаменте. И на первом уровне или на первом этаже это маркетинг, продажа проектов, основное это проекты по центру стоят, выгоды и финансы, которые закладываются на первом этаже. Но управление и распорядительство первым этажом находится на втором этаже пульт этого управления, это систематизация, это организационная структура, которая выстраивается и так далее, различные системы, электронные системы там и так далее, все выстраивается здесь на втором этаже и в основе стоят правила и навыки. Ну и третьим этажом является так называемая большая комната автоматизации бизнес-процессов и управления, это приложение, это масса приложений, это организации и адресные проекты. Вот, скажем, будущий и принцип или чердак или среда, которая наполняет это так называемый климат, который наполняет этот дом, это он бережливый, эффективный, экологичный и человечный. Вот основное. И от этого, от всего мы, дорогие друзья, и отталкиваемся и идем дальше. Теперь повторяем 14 принцип. Быстренько. Его основная составляющая, понятие было то, что это измеримость и учет результата, эффективность и производительности. Вы понимаете, вот если взять этот принцип, просто забыть его, иногда вспоминается, а иногда не вспоминается. Надо ли на результат ориентироваться или давайте просто что-то делать. Зачастую так в компаниях бывает, зачастую так будет в командах. Вот, и команда говорит, о, мы провели столько-то людей, мы сделали столько-то семинаров. А принципы или так называемые показатели, ключевых показателей эффективности не обозначили. Пришли, было 100 человек, а зарегистрировался один человек. Ключевой показатель. То есть, или, например, в команде у нас, допустим, опять-таки, в моей команде, допустим, если я строю свою структуру, у меня в команде, допустим, опять-таки, те же 100 человек. А положиться я могу все на 2 человека. Это показатель. 2 человека выполняют ключевые принципы лидерства или еще что-то. То есть, я не дублировал, я сам, может быть, являюсь лидером, но я не создал себе команду. То есть, обозначаются конкретные показатели, которые ключевыми принимаются и они оценивают. И это очень важно в команде. Только так можно соизмерять, куда мы идем, идем ли мы в том направлении, как мы движемся, какова динамика и так далее. Принцип 15. Простота во всем. Грешим. Да, грешим этим. Зачастую грешим, потому что усложненности нет. Простота работает, усложненность нет. Это факт. Упрощаем все, что можно, что можно освободить от сложного, от непонятного, запутанного, заумного. Но вот зачастую бывает, что все-таки бывают сложности. До сих пор люди... Почему еще сложности бывают? Зачастую, если кто-то следит и как бы находится в процессе и интересуется информационным потоком, то у них не бывает сбоев. Меня практически вышибло, когда люди говорят, что там про какие-то головные компании, что там переводили туда, не переводили, фиксировали, не фиксировали. Ничего этого нету, дорогие друзья. Все стараемся делать очень просто и доступно. Шестнадцатый принцип. Человечность, усиливающая профессионализм. Вы знаете, дело в том, что хороший человек это не профессия. Есть хороший человек, но он не обладает никакими навыками. Ну и все, и хороший человек. А вот высококвалифицированный профессионал, опять-таки с другой стороны, без человечности, опять непригодный профессионал, понимаете? Это палка о двух, если не сказать, что вообще о трех концах. И поэтому здесь очень важно... В смысле брокеру и банку, там какой-то был вопрос, я не понял. Так, имеется в виду Серега, Славик пишет, так, ага, все ясно, нет вопросов. Вот, и поэтому очень важно, что и как быть таким, чтобы ваша внутренняя сущность усиливала ваш профессионализм. Вот ключевой подход. И это очень важно. И это тоже следует иметь в виду и учитывать, дорогие друзья. Так, семнадцатый принцип. Быстрая адаптация к изменяющимся условиям, способность к переменам. Вы знаете, наших... То есть мы декларируем это, что наша команда, каждый участник имеет готовность и способность к изменениям и переменам. Быть в команде, значит, стать источником изменений. Это не значит, что сидеть и ждать, ага, что они там придумали, что они там сделали. Надо продуцировать, надо делать свои предложения. В общей динамике компании, даже уже то, что мы сейчас реструктурируем, это изменение, это очень большое изменение. Для чего оно нужно? Зачем? Что, нам просто делать нечего, что ли? Вам тут мозги запаривать, значит, вот 60 или сколько-то там человек в одном, 100 человек в другом месте, еще 100 человек. Вы сидите там и вам просто, вот они там что-то, вот какие-то принципы. Нет, дорогие друзья, мы готовим мощнейшие изменения, которые не были еще, как бы, преждевременные были бы год-два назад. Может быть, они не были бы преждевременные даже уже год назад, но в течение года мы пришли к этому осознанию и готовности измениться. Понимаете? Адаптироваться к изменяющимся условиям. Смотрите, насколько мир изменяется. Мы еще практически год назад не говорили ничего про крипторешение. То есть мы к этому тоже изменились. Причем от этого начало изменяться очень многое в самом проекте, которое вообще не было предусмотрено, даже не индикативно не обозначено в 2014 году, когда проект писался. Вернее, был принят и начал работать. При этом мир изменяется. Изменяются внешние условия. Я вам приведу такой интересный пример, дорогие друзья, что, ну, например, вы смотрите, два или даже больше года назад, прошлое лето суд в Литве снял все аресты с имущества Скавея в Литве, когда там ушла компания оттуда, кто знает, не знает, просто, значит, судебные разбирательства были закончены, закрыто дело, все обвинения Анатолия Дарьковича Юницкого снято. Ладно, сняли, но дело-то в том, что у справедливости, у изменений есть своя логика. И уже сегодня мы знаем, что президент Литвы, она находится под следствием. Что она, оказывается, получала взятки за сотрудничество и, скажем так, ну, в пользу Сименса. И это открыто, это ее сотрудник, это министр доказывает и показывает, что это было, что она получала взятки за это, она его принуждала к определенным действиям. Вы представляете? А она же являлась источником открытия вот этого судебного криминального разбирательства с нашей компанией. Благодаря ей выгнали компанию или выжили, правильно так сказать, из Шавляя. То есть это сплетни, это сработало, но изменения идут, нам эти изменения тоже надо учитывать. Это такие так называемые политические изменения. Но изменения в компании, изменения условий, они естественны, и их надо железно учитывать, дорогие друзья. Потому что меняется финансовая система, она меняется, она ползет, она скрипит, она что только сейчас не выдумывает. Я могу сейчас вам мог бы целый час-два рассказывать, что происходит в Европе. Многие мне сегодня писали, Виктория, раньше нам говорили, что дивиденды мы будем получать и с технологии, и с адресных проектов. А теперь после введения токенов сказал, что дивиденды будут платить только с продажи технологии. Но, дорогие мои, вы понимаете, что он сказал? Что такое продажа технологии? Как вы себе представляете продажу технологии? Это я беру бумагу и начинаю продавать. Нет, адресные проекты и есть продажа технологии. Значит, посмотрите мои вебинары, у меня сейчас нет под рукой ни одного здесь и в кабинете, да, не введено здесь ни одного. Я не могу вам показать той схемы, где показано, что технология, она и есть, ведь мы ее сертифицируем. Понимаете? И Global Transport Investment, который, значит, является учредителем Евразии, НРСКВ и Холдинга-2, акциями, которых мы пользуемся, да, или, ну, которыми владеем, он участвует во всех адресных проектах. Чем он участвует? Он технологией участвует. Понимаете? И эта технология начинает, мы эту технологию продаем за счет адресных проектов, так ее не продать и нельзя продавать, потому что если мы продадим технологию, мы, кто-то другой будет делать адресные проекты, понимаете, да? Поэтому технология не продается, продается способность технологии осуществить строительство транспортных структур нового поколения, скоростных, городских, высокоскоростных, которых не было в проекте. Вот возникнет вопрос, будет ли высокоскоростная или не будет? Успеем ли мы это дело зафинансировать в процессе экотехнопарка, финансирование экотехнопарка или нет? Да, тут может быть нюанс. А все, что было задекларировано, это, значит, высокоскоростной, вернее, скоростной, городской, грузовой и дополнительно был введен еще в проект Unibike, то есть так называемый развлекательный, легкий развлекательный, то это все, да, это адресный проект, это все будет на нас работать. Поэтому, значит, дивиденды будут платить со всех адресных, не платить, поймите еще раз правильно, вы неправильно говорите, не вводите себя в заблуждение других людей. Дивиденды не с проектов, а эти проекты являются источником накопления средств, доходов, естественно, и прибыли, а дивиденды платить будут из прибыли. Повторяю, все, которые средства поступают, технология, она оприходуется через адресный проект, с адресных проектов поступают доходы, они превращаются при вычете расходов, превращаются в прибыль, 20% от этой прибыли Global Transport Investment распределяет, он обязан, ни на что, ни на какие другие вещи, прежде чем на что-то другое начинать распределять, в первую очередь 20% от суммы, если 100 миллионов, 20 миллионов ушло в Евразии, НРСК, ВСИСИН ХОЛДИНГ, ХОЛДИНГ 2, на выплату или на, ну скажем так, на расчет с акционерами. Это будет являться доходом этих компаний, эти компании свои текущие, у них никаких других видов деятельности нет, поэтому минимальные расходы будут на содержание компании, это бухгалтер, там, реестровый учет и так далее, и вся остальная, скажем, 99,9% всех доходов превратятся в прибыль, и эта прибыль есть источник наших дивидендов, а не с проектов будут каждый раз нам это самое дивиденды получать, разработали наши дивиденды, в разы разбавили, нет, 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 нет. Токены вообще никак не связаны, ни прямо, пока, ни косвенно с нашими дивидендами, это абсолютно разные вещи. А что вы думаете по этому поводу? Ну вот, Виктория, я вам по этому поводу все сказал, не все сказал, кое-что сказал, что я думаю. На эту тему можно еще долго говорить. Вот, значит, и это для всех остальных товарищей тоже, которые у нас здесь есть. Так, я посмотрю, здесь у нас есть, нет пока. Итак, значит, смотрите, что у нас еще дальше. Поэтому, быстро адаптация. 18 принцип. Бизнес – это стиль жизни, ориентированный на разумную, на разумную прибыль и выгоду. Что подразумевается под разумной прибылью? Значит, почему мы заложили именно разумную прибыль? Прибыль как результат бережливости. Понимаете, может быть прибыль как результат хапужничества. Есть такое, ну, хапужничество. Вот нахватать себе всего, да? Конечно, заманчиво. Но и не смотреть, с одной стороны, заниматься и, скажем, рачительством, или, скажем, не экономить, не бережливо все вести, а с другой стороны, кого-то обдирать. Весь мир до сих пор так и жил. Поверьте мне, мы вошли в стадию, когда весь мир обязан, просто обязан, и это уже делается, пересмотреть свою концепцию отношения к прибыли. Потому что уже многие компании, с которыми нам приходилось работать, мне как консультанту, они уже лет 5-10 назад поняли, что самое главное – не большая прибыль, а финансовый поток и возможность, как бы, осуществления, скажем, хозяйственной деятельности. Естественно, конечно, прибыль, она интересна. Но если правильно построить бюджет компании, то прибыль, она не будет очень большая. И это не является самоцелью. Самоцелью является способность компании функционировать и развиваться. Вот что самое важное. И поэтому прибыль как результат бережливости – да, оптимально эффективно хозяйственная – да, как источник самодостаточности на всех уровнях команд. То есть одно дело я как хозяин начинаю эту прибыль себе в карман закладывать, условно говоря, да, строить там, покупать яхты, еще что-то и совершенно другое. Я забочусь о развитии своей команды, беспокоюсь о социальных и бытовых благах моей команды. Это совершенно разные вещи. Потому что многие компании, например, поняли в свое время, когда мы с ними работали, вот как консультант, это ничем одна компания особо другой не отличается по структуре своих проблем и потребностей. Потому что они, например, говорят, вот мы навыкам научили и так далее, и так далее. Люди взяли, ушли в конкурент. Я говорю, а вы же, дорогие друзья, научить-то научили, а условия не создали. Конечно, они уйдут туда, и вот они мечутся, люди ищут различные возможности, значит, что, где можно, как сделать. И уходят. Поэтому к прибыли надо очень трепетно и правильно относиться. И мы это дело зафиксировали этим принципом. Вот. Прибыль от качества, от необходимого и достаточного количества. Вот наши принципы. Мы к этому еще придем, я не буду сейчас более подробно в это дело вдаваться, прокомментировал то, что знал и мог. Так, перейдем на следующий. Девятнадцатый, двадцатый принципы. У нас есть еще время. Девятнадцатый принцип фокус команды, отдела, менеджера, специалиста, не важно кого, администратора, на выигрыше, на намеченном и осознанном результате. Фокус не вообще на действии, а на результате. Ибо если, например, мы на действии сориентированы, это, знаете, вот корабль, он сориентирован на действии. Выйти из порта. Вот вышел из порта, и меч, и болтается. И совершенно другое на результате. Выйти из порта и прийти, допустим, там, не знаю, в порт Хельсинки, или в порт Стокгольм, или в порт Санкт-Петербург, и так далее. Это совсем другое дело. Фокус команды на этом. Все надо сделать вовремя, в срок, и так далее, и так далее. То есть на выигрыше, на намеченном и осознанном результате. Если это выигрыш, то превзойти определенные дела, кого-то, как бы, перегнать, догнать, и так далее. И каждый знает меры оценки соизмерения. При этом одно дело сориентироваться, сказать, вот мы на это сориентированы. Но этого мало еще. Каждый член команды, или каждый вот отмеченный, или отдел, или менеджер, или же, значит, специалистом, администратором, неважно, лидер, мастер, эксперт, топ-эксперт, амбассадор или посланник, он на выигрыше. Это значит, что он меры и оценки соизмерения, он на них сориентирован, они обозначены, а зазнает свой и коллективный выигрыш на уровне измеримых и неизмеримых результатов. Почему я отметил красным измеримых и неизмеримых результатов? Да, есть некие, значит, измеримые мерами результаты. И есть абсолютно интуитивные, или, скажем, в чувственном, эмоциональном мере измеримые результаты. Радость, радость победы, радость достижения результата. Это тоже результат, дорогие друзья. Вот, и масса еще других, скажем, эмоциональных эффектов. Двадцатый принцип. Двадцатый принцип – это доведение любой полезной деятельности до конечного положительного результата. Так, здесь у нас нет, здесь тоже пока нет. Значит, смотрите, он в какой-то степени является, или он очень тесно связан с девятнадцатым принципом. Значит, доведение любой полезной деятельности до конечного положительного результата – это значит, что в промежутке могут быть и отрицательные результаты. И есть, как всегда, есть как минимум два сценария. Первый – есть отрицательный результат, бросил все, завалил, начал что-то новое. И другое – есть промежуточный результат, посмотрел, сделал выводы, не заострился на этом, пошел дальше, команда пошла дальше, сориентировалась на это, как на площадку развития, пошли дальше и пришли к положительному конечному результату. Абсолютно разные стратегии, дорогие друзья. Вот об этом мы, кстати, на учебе в Варне тоже говорили. Незавершенность, незаконченное начинание, недоделки. Подобные положения отнимают силы, энергию и в итоге не обеспечивают потенциально возможный результат. Все. Даже если ты остановился, сила ушла, энергия ушла, и иллюзия, что ты что-то новое начнешь, перескочишь куда-то или перейдет команда, начнешь что-то делать, это и промежуточная иллюзия, энергия-то ушла. И высокий стандарт проявляется, когда партнер, команда, там, неважно, доводит начатое до завершенности, до конечного результата, до выявления, извиняюсь, до выполнения, то есть до того, что полирует до блеска. Просто можно сказать, что доделали, другое дело, доделали в наилучшей форме, в наилучшем виде, с наилучшими, как бы, показателями. Пока ярко не засияет итог. Вот что самое важное, дорогие друзья, в этом принципе. 21 принцип. 21 принцип. Уникальность это результат, это реальность, извиняюсь, уже зачитываясь, объединяющая сила, уникальность. Вы знаете, этот принцип был внесен уже лишь только лишь потому, в первую очередь, что сама технология, о которой мы говорим, это уникальная технология. Это показывает последние переговоры, в которых я не имею права говорить, где я участвовал в переговоре, с очень высокопоставленными в финансовом мире людьми. И несмотря ни на что, несмотря на различные фоны в интернете, они все начинают все больше и больше признавать, что технология уникальная. Мы ведем уникальный проект Skyway, мир планеты. Мы его ведем. Через что? Через адресные проекты. Но просто декларировать, сидеть и декларировать, и говорить, вот мы начнем делать, делаем уже, и мы делаем уже адресные проекты, и этим все будут счастливы, все процветать будут. Этого мало. Почему мы это делаем, перестройку? Почему мы делаем реструктуризацию? Реорганизуем все. Очень много внимания уделяем сейчас, Виктория, я посмотрю ваш вопрос. Значит, уделяем много внимания именно развитию, построению команды на долгие годы. Лишь только потому, что от того, как мы это будем делать, зависит успех адресных проектов. То есть, можно сказать, о, пускай головная компания сделает. Нет. Наша задача создать такую организацию, которая будет способна инициировать адресный, помочь его инициировать. И обеспечить инженерно-технически на всех его этапах его реализацию. И плюс, эффективно эксплуатировать, эксплуатацию этих проектов. Вот тогда заказывай, естественно, у Global Transport Investment и у ЗАО Струнной Технологии. В нашем нынешнем понимании. То есть, это очень важно, значит, уникальность нашего проекта. И что же здесь самое важное, отмечу сейчас, перейду к вопросу. Значит, каждый участник, каждый партнер команды, знает уникальность наших проектов. К сожалению, сегодня не каждый. Даже есть нюансы, когда мы это говорим относительно членов нашего правления. Да, мы это честно признались, глядя друг другу в лицо, что что-то где-то не все знаем. Это разные причины, суть не в этом. Вот. И это дает возможность именно, ну, или вернее, обязанность знать суть всего дела, чем мы занимаемся. Когда наши потенциальные клиенты вдохновляются, мы понимаем, что член команды, и мы все донесли до них то, что не оставило их равнодушными. Вот, дорогие друзья, это так называемая эмоциональная составляющая. Ее эту меру ничем не, на первый взгляд, ничем ее не зафиксировать. Она выражается в том согласии, в готовности сотрудничать. И только она потом перейдет с эмоционального уровня, уровень отношений перейдет в финансовую. Когда мы заключим с ними договор, начнем финансировать адресный проект или там какую-то работу. Вот, что очень важно, и распространение уникальности проекта команды в должном качестве и количестве дорога, которой идет вся команда и компания в целом. Вот такой наш девиз. Вопрос. Виктория, если в этом году закроется вход в корневую компанию? Ну нет корневой, Виктория. Я только что вам полчаса назад, 23 минуты назад говорил, что корневой компании нету. Есть корневая технология или основная технология. Компания у нас, Евразин, Релсков и Систем Холдинг 2, это компании, которые являются владельцами на двоих 33,33% акций Global Transport Investment. То выполнит ли компания свои обещания по поводу продажи наших акций по одному доллару? Где вы такое? Виктория, вы чего? Откуда вы приехали к нам, дорогая моя? Ведь кто вам обещал продажи наших акций по одному доллару? Это где-то на кухне вы, наверное, обсуждали это дело. Да, номинальная стоимость наших акций 1 доллар. Да, правильно, мы выйдем на биржу за не мы, а свободные акции, которые 50% плюс одна акция в одной компании и столько же в другой компании, будут выведены на биржу и 90 или 180 дней будут находиться там, мы туда не сможем войти. Этот период. Но они туда будут выведены по одному доллару каждая акция. Как биржа среагирует, это другой вопрос. И теперь я перехожу к другой стороне этого дела. Вы же понимаете, что мы хотим, чтобы, я понимаю, что у всех желание, чтобы был бы как минимум 1 доллар. А от чего это зависит? Это зависит от того, сколько проектов, с какой эффективностью, где, как, как идет динамика развития и строительства, сколько строек идет, сколько завершено. Вы понимаете, к чему я клоню? И вот тогда, да, мы подойдем к тому, что это будет и доллар, и 10 долларов, и 100 долларов будет акция. Понимаете, да? Вот, поэтому ведь среди инвесторов много... Конечно, я согласен, доживут ли они до обещанных дивидендов? Я думаю, что доживут, потому что, ну, кому сколько положено, понимаете? Обещанных дивидендов нет, есть расчетные дивиденды. Понимаете? Обещать я могу, если я балабол, я могу обещать что угодно. К сожалению, иногда мы все грешим этим, и ваш покорный слуга в том же числе, но общаясь вот с аудиторией, я обязан и сам приводить в порядок все, что я высказываю, и, скажем так, свои эмоциональные пожелания, то есть не выдавать больше, чем реально, значит, принято в аналогичных проектах. Хотя аналогичных проектов, ну, практически нет. У нас уникальный проект. После закрытия пятна. Да, правильно, Татьяна, значит, что это по меморандуму, это так. По новому меморандуму, никаких новых меморандумов в Юрии нету. Есть меморандум, есть дополнительная информация. Я уже говорил неоднократно, и Анатолий Эдуардович это тоже говорил, что меморандум не имеет смысла менять. Есть документы, которые дополняются, значит, они могут, они имеют статус, как бы, дополнение к меморандуму. Меморандум, какой он был, такой он и есть, в принципе. Что такое меморандум? Меморандум это документ, в котором собрано все, что касается, значит, информации, организационно-правовой части инвестиций и имущественного отношения к акциям. Все. Что за видео Виктории, так, Юницкий говорил, будет обратный выкуп. Говорил, будет, когда он будет на ходу. Значит, дело в том, что, смотрите, я сегодня уже говорил, что мне так представляется, это мое представление, что мы смотрим с каждым шагом, мы это и в Варне обсуждали, что обратно, ну вот, с какого бадуна, я прошу прощения за такой жаргон, значит, с какого, значит, этого самого, с каких средств мы это делать будем, как вы думаете? У нас прибыль есть? Пока нету прибыли. Занять у кого-то и кому-то выплатить. Да, может быть, что-то будем делать, но только с прибыли. А прибыль начнет появляться только с адресных проектов. Понимаете, да? То есть, это надо очень четко с этим связывать. И тогда из этих средств можно будет что-то сделать. Я предложил один вариант, но я не имею права вам сейчас здесь его вообще озвучивать, иначе меня опять дадут по моим большим ушам, значит, скажут, Мазал, ты опять что-то там натрепал. Значит, что я предложил один вариант, с ним работают юристы сейчас. Вот, и он вполне такой, ну, абсолютно такой международно принятый, но для этого надо будет принять ряд несложных решений, и тогда мы ограниченное количество какое-то сможем принять. Но, опять-таки, условием является наличие прибыли, которое, естественно, в адресных проектах есть и будет бюджетно рассчитано. Все то, сколько надо реализовать, чтобы завершить финансирование ТАП, и сколько уже реализована доли есть, если не секретно. Но, вы знаете, нет, ничего секретного нет. Посмотрите вебинары, я сейчас навскидку там не помню, но, чтобы реализовать проект, очень просто. Могу вам сказать, сколько нужно и сколько по... Откройте, зайдите, кстати, Татьяна, зайдите в личный кабинет, откройте документы, и там есть финансовый план проекта. Зайдите на 12 этап. Вот, 12, 13, 14, 15. Четыре этапа. Каждый этап по 25 миллионов надо инвестировать. То есть, расчетно, это расчетно, это не значит, что столько надо. Надо меньше, как говорит Анатолий Эдуардович. И по моим, ну, как бы, прикидкам тоже я с ним согласен, хотя какое там имеет значение мое согласие. Но, как эксперт, я могу сказать, что столько можно и с меньшим количеством немножко обойтись. Предыдущая практика анализ показывает. Вот, и, значит, на это все меньше и меньше дисконт уменьшается, и на это там осталось, значит, определенное количество мера. Там тоже можно посчитать, сколько расчетно осталось. Но фактически осталось немножко больше залоговых акций. Вот и все. Это там видно. Владимир Владимирович, вы же предполагаете, что, возможно, в этом году будут... Нет, 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 нет. Никаких дивидендов в этом году не будет, дорогие друзья. Вот, поэтому я не предполагаю... Я же вам говорил, что я предполагаю на дивиденды рассчитывать несколько позже. Вот, и по результатам этого... Ну, нет, символично-то можно будет. Естественно, дивиденды за 2018 год, значит, в бизнес-плане приложение 9.1, там есть расчет, но вы же понимаете, что сдвиг-то у нас произошел больше, чем на полтора года. Если там стоит за 2018 год, в середине 2019 года, то прибавьте полтора года, значит, это практически по 2020 году, летом 2021 года, условно говоря. Но при успешном развитии проекта может быть и раньше. Вполне может быть и раньше. Будут дивиденды? Ну, слушайте, это не мне отвечать, я вам рассказал, Людмила, более-менее. В свое время Сибиряков много наговорил, вот люди дергаются. Ну, Сибиряков, Сибиряков, он футуролог. Ему, как говорится, Богом дано это право говорить. Но вот не совсем не то... Ну, да, к нему можно, ему можно задать вопросы. Нас 500 тысяч инвесторов, всех приглашаем по инвестору вместе, быстренько пойдем. Да? Вы знаете, супер, это отличный бизнес-план, Татьяна, Сибирь. Сибирь, Татьяна, Татьяна, Сибирь. Вы представляете, вот я тоже неоднократно это говорил, ведь это же наш проект. Понимаете, да? Так что над этим есть что подумать. Над этим не только подумать, как раз вот об этом, между прочим, и на учебе один товарищ говорил. Конечно, надо, чтобы фирма крепко стояла на ногах, об этом надо подумать, прежде чем... Согласен, кто там говорит, Леннер, 110%, я двумя руками голосую, точно за это же самое. От этого и зависит то, значит, фирма... У нас такая же железная технология, что когда мы здесь рассматривали недавно свод-анализ, свод-анализ это даже не анализ, а факторы, свод-факторы, анализ более глубокий процесс. А свод-факторы это так называемые сильные, слабые стороны, возможности и опасности проектов, да? Различных вещей. Это можно буквально по всем делам, которые нас окружают, можно такой факторный обзор, что ли, делать, да? Вот. То действительно у нас технология, тьфу-тьфу, слава богу, она настолько дураконадежная, что раньше или позже мы ее сделаем, понимаете? Но хотелось бы раньше. Вот в чем вопрос. Она очень нужна. Без нее просто невозможно. Вы не представляете, что в городах творится, если вы в городах не ездите. Вот. Пропущен вопрос еще одной, одной, один Виктории про токены. А где этот? Я не вижу Викторию. Видео сначала Бабурин выступил, потом Юнис. Сказали, что, чтобы не ждать дивидендов, быстро их не будет продадить акции, например, 500, и вы почти миллионер. Не понял. Не понял насчет относительно. А где про токены Виктория? Где там у нас Виктория еще задала вопрос? Сейчас посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Так, Виктория, если в этом будет вход в корневую компанию, а вот этот, да? Раньше нам говорили, что дивиденды мы будем получать из технологий. Так, теперь после введения токенов, сходу я сказал, что дивиденды будут платить только с продажи технологий. Я на этот вопрос ответил. Получается, токены разбавили наши дивиденды в разы. Да никто ничего не разбавлял. Про токены вы это имели ввиду? Это не вопрос. Этот вопрос уже я ответил, и так, что тут что тут еще про токены говорить? Виктория про токены, Виктория про токены, Анатолий, не понял. Я вроде на это все ответил. Или вас не было еще, вы позже пришли, или вы это дело профукали, пока я это говорил. Повторяться не буду, как попка, попугай на пляже. Так, пропущен вопрос еще один. Так, так, это есть. Ага. Будет ли продажа в ближайшее время на разнице в дисконтах? Если будет, то будет только так. Да, 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 абсолютно. Мы это тоже рассматривали, варианты. Но я же еще раз вам говорю, дорогие мои, кто кому... Я понимаю, что есть люди, жизнь она очень непростая вещь, экономически, и мы владеем мощным ресурсом. Мне в жизни неоднократно приходилось с такой ситуацией сталкиваться, когда я был вынужден свои акции просто, ну вот, за бесценок отдать. Я бы сейчас мог бы рвать на себе волосы, которых у меня нет, уже по разным причинам на голове. Но что поделаешь, я продавал свои акции, потому что мне надо было заткнуть дыры. Надо было что-то сделать, надо было семью содержать и так далее. Все правильно, я людей очень прекрасно понимаю. Поэтому на разнице, это как один из источников, в принципе, вы немножко и подсмотрели под то, что мы обсуждали, и мое предложение, что здесь можно будет сделать. Но еще раз говорю, это может делать компания не Евразия, это не головная компания, никакая компания, которая занимается технологией, не имеет это право делать. Это может делать компания, которая будет делать размещение, размещение крипторешений каких-то. Она будет получать прибыль и она может организовать так называемый за счет прибыли вот этот обмен. Но у нее должен быть иначе обвинят тут же в пирамиде, что за счет привлечения одних средств идет, хотя в принципе это будет внутрифирменная как бы у Иванова. Как я уже и говорил об этом, у Иванова купили, или у Иванову дали возможность продать, а Петров стоял в очереди по дисконту. У Иванова был дисконт там 3, 4, 5, 10, 10 этапов назад уже, друзья, да? Вот, и у него там вообще уже все чешется, да? А Петров радостно вот по нынешнему этапу дисконту. Естественно, компания уже может и сама получить еще небольшую прибыль, и Петрову дать, и Иванову еще получат свои средства и закроют свои проблемы. Согласен, да, вполне возможно это как вариант и как элемент. По всей вероятности я имею нахальство или смелость предполагать, что это будет использовано, дорогие друзья, Людмила и все остальные. Далее, значит, 22-й, сейчас заканчиваем, еще осталось чуть-чуть, я думал пройдемся, все, но вот видите, жизнь такова, какая она есть. 22-й принцип, приверженность и лояльность рождают страсть. Это мой любимый принцип. Каждый участник команды неповторим. Я, ты, он, она, все мы вместе, наша команда, участники и команда неповторимы. Вот, имеет свои сильные стороны, слабые стороны, свои возможности и так далее, и так далее. Есть опасности у нас, одаренности, таланты, но у нас есть нечто общее. Мы делаем наше дело с приверженностью, общей целью, целью и лояльностью к проекту. Делаем это со страстью. Я к этому вас, дорогие друзья, и призываю делать это дело со страстью, как бы, что бы, где бы, не складывалось. Работа. Мне понравилось предложение Татьяны, что, значит, давайте подумаем. Да, это одно из средств, понимаете, мы миром, мы все нашим краунд сообществом, краунд инвестинг, краунд файнансинг сообществом, можем очень многое сделать. Но я вас предупреждаю, в очереди только наша команда, вот, ну, часть команды работает сейчас с тремя, тремя очень сильными инвесторами. Я не знаю, на каком этапе мы будем через месяц или через два. Я вам это говорю вполне серьезно. Потому что это очень серьезные, очень серьезные различные источники, разные абсолютно, и по географии, и по природе, значит, денежных средств и так далее. Один из них это очень серьезно заинтересовался нами пенсионный фонд, мощный международный пенсионный фонд. Они интересуются проектами, долгосрочными, надежными проектами. И они сейчас изучают наши возможности и наш потенциал. Поэтому все принципы, дорогие друзья, работают. Я желаю вам хороших выходных, завершения не ели, доброго, солнечного, радостного лета, набора сил. У кого есть возможность, обязательно воспользуйтесь этим. Доброго здравия, успехов, и тогда будет наше благополучие, процветание нам всегда на руку и в кассу, как говорили раньше. Всего вам доброго. Берегите себя, берегите своих близких. Строй сковей, спасай планету. Есть ли еще вопросы здесь и здесь, я сейчас не вижу. Тогда я сейчас заканчиваю наше сегодняшнее вещание. Оно будет в виде тезисов тоже изложено. Вот и переведено. Всего доброго. До скорых встреч.